В 2012 году на календаре появилась новая торжественная дата. 20 марта во всем мире отмечается как Международный День Счастья. В рамках праздника мальчишки и девчонки приняли участие в уроке Добра, посетили фотовыставку и квест в гостях у енота. На уроке Добра и Счастья сменовцы узнали о том, что в 2012 году ООН провозгласила 20 марта Международным Днем Счастья. Праздник отмечают практически во всех странах мира. Идея отмечать этот праздник поступила от жителей страны Бутан, жители которой являются чемпионами по коэффициенту волового национального счастья. Счастье для человека это одно из самых важных чувств, потому что без счастья жизнь человек просто не может. Поэтому я считаю, что этот праздник очень нужен, его отмечать, тем самым человека сделать счастливее. Под словом счастье я подразумеваю правильных людей рядом, интересных возможностей и всего самого прекрасного. А смене я желаю добра, новых гостей и всего самого-самого. Также в рамках праздника прошел квест в гостях у енота, на котором мальчички и девчонки познакомились с направлениями добровольчества. При прохождении квеста сменовцы узнали о таких направлениях, как ивент, социальное волонтерство, спорт, медиа и эко. Для того, чтобы перейти от одной станции на другую, сменовцам нужно было найти специальный QR-код и выполнить задание. Так, ребята, вы нашли QR-код и вам нужно его разгадать и отправить в группу ВКонтакте. И вы получите задание, и вы должны будете разгадать кроссворд. Вопросы. Ты кричала, но молчала. Ты молчала, но кричала. Тихо, давай. Первое. Ты кричала, но молчала. Ты кричала, но молчала. Три буквы, да? Чё это? Три буквы. Так. А, это не три буквы, это вот. А, ты кричала, но молчала. Это три буквы. Ты молчала, но кричала. Это эхо. Эхо. Этот квест мне очень понравился, он сдружил весь наш отряд. Мы вместе бегаем, смотрим эти коды, ищем все вместе, разгазываем загадки. Мне понравилось. Мне нравится этот квест, то что мы ходим все время в разные места, и нам здесь очень интересно. Здесь в разных местах все разное. То ручью пахнет, то еще другое. И нас все время встречают с улыбкой волонтеры. На моей станции ребята должны найти QR-код, отсканировать его и выполнить задание, написать пожелание на кубе. Ребята, пользуясь своим телефоном, должны прийти и отсканировать QR-код, по которому они узнают больше о волонтерстве.